Искусственный интеллект это вообще что? Мы искусственным интеллектом называем много вещей, которые не являются искусственным интеллектом. Потому что если это просто устройство, которое позволяет нам лениться, ничего не делать, а оно вместо этого там варит кофе и еще Санэс Шекспира читает, то это не искусственный интеллект, а хорошая мясорубка, так сказать, с прекрасной программой. Искусственный интеллект это совершенно другая вещь, поэтому обсуждают вот такие два варианта. Значит, weak, слабый искусственный интеллект, это некое подобие нас, которые умеют много чего делать и которые нам полезны, чтобы нам, значит, рутинной работой не заниматься. И сильный, strong, это искусственный интеллект, который по-настоящему обладает сознанием. Вот, ну, я не буду по кругу ходить, я про это уже говорила. Поэтому попытки это сделать, а это делает весь мир и будет сделано, не сомневайтесь, они требуют включения наших, так сказать, этических, правовых, эмоциональных всяких интересов. Этим нужно, над этим нужно думать, что мы с этим будем делать, над этим нужно думать. Вот один из моих любимых, сейчас поймете, почему любимых, он и философ и лингвист Джерри Фодор. Я все время привожу этот пример, потому что меня это умилило. Он американец, и он такой эпатажник, ему уже очень много лет, но он все время хулиганит. Вот, и он, я сидела и читала его статью, которая и называлась вполне в его духе, а именно Why pigs don't have wings? Почему свиньи не летают? Большая научная статья, которая заканчивается словами Because they are pigs, потому что свиньи они. Вот, большая статья, что он там пишет? Он пишет следующий кусок там есть. Вот я сейчас сижу, пишу эту статью, а вокруг меня двигается эта таблетка, этот пылесос. Ну просто как живой. Ну живой и все. Мои внуки кормят его печеньем, он его ест. Как сам захочет поесть еще, подъедет, значит, к стенке боком, так встанет, значит, напитается энергией и дальше. Ну живой, я вам говорю, живой. Я решил его открыть и посмотреть, есть ли у него ментальная репрезентация. Ну это просто блеск. Он его открыл в прямом, как мы мозг. Я начала с того, что в мозгу ищем депрессию. Он открыл. Ну, я же говорю, он хулиган. Да, и говорит, нет там ментальных репрезентаций. Там сплошное печенье и кошачья, собачья шерсть. Больше ничего нет. Почему он себя ведет так, как будто у него есть интеллект? Это очень тонкий, между прочим, ход, который относится, я повторяю, и ко всем остальным, не только к пылесосам. Здесь плохо видно, но здесь как бы сеть мозговая нарисована. И вопрос встает вот какой. А вот искусственные эти создания, к которым мы двигаемся, они будут чувствовать боль, сострадание? У них будет ли понимание смерти? Вообще вот из чего будет состоять это сознание их? Почему так опасны эти пристрастия к бесконечному сиденью в виртуальной среде? И особенно к играм. Я сама в компьютере провожу много часов в день, естественно, но это другое. А вот те, которые все время в эти игры играют. Вы же понимаете, он там уже уложил 50 человек, да? После этого switch off, switch on, и они опять там ходят. Они же никуда не делись. В компьютере нет смерти, нет боли, нет угрызений совести, этого ничего нет. И это настраивает сознание тех, кто сидит в этой среде аналогичным образом. У них неправильно выстроенный мир. Они считают, что это все обратимо. Что чашка, которую разбил, если пленку как бы в другую сторону прокрутить, то она обратно собирается. И опять она на столе стоит. Но ведь это же не так в реальном мире. Начали игры с тем, что человечество страшно лениво. Я думаю, это из-за этого у него и прогресс. Лень, двигатель прогресса, не устаю этого говорить. Но до того лениво, что вот это было, ну, скажем, 1400 какой-то, вот такого времени. Придумано, видите, колесо такое, по которому ездит книжка, и каждая следующая страница перевернута. То есть лень дошла до того, что человек рукой переворачивает страницу не хочет. Специальное устройство, вот он так крутит, и ему, значит, новая страница подъезжает. Наступает это все на нас. Потому что, ну, игру в шахматы мы давным-давно проиграли, как известно. Но, опять-таки, нас утешали, говорили, что игра в ГО не поддастся. Потому что это другой тип игры. И это не просто перебор единичек и нулей, и что не получится. Поддалось примерно полгода назад, значит, девятый Дэн имеет этот человек. Он разгромно проиграл в ГО компьютеру. И тут задумались еще раз, что, как бы, что же делать. Вот сейчас на повестке дня стоят игры типа покера. Вот это мне очень интересно. Потому что там же надо врать. Там этот полкафейс, как все знают, да, то есть непроницаемое лицо. То есть это вообще другой-другой тип игр. Дело не в игре, вы понимаете? Здесь же не ради этого делается. А мы ведь что делаем? Мы хотим смоделировать наш интеллект. Наш интеллект умеет играть, например, в покер. Или он любит играть в нарды. Или он любит делать идиотские и быстрые непродуманные шаги и при этом выигрывает. Вот иногда я не играю ни в какие игры, почему-то не люблю. Но бывает, что там какой-то выбор надо сделать. И я думаю, да, вот надо бы сделать так или так или так. Гори оно огнем. Я сделаю вот так. И я оказываюсь права. Вот я к чему. Теперь я спрашиваю, почему я приняла такое решение. Ведь это не было решение, потому что вся логика мне говорила. Либо так делай, тогда вот такие ущербы. Либо так, тогда такие. Либо это. Я говорю, идите вы все подальше с вашими алгоритмами. Я вот так вот сделаю. И выиграла. Кто выиграл? Как это вышло? Почему это произошло? Есть о чем задуматься. Искусство испытывает законы природы, между прочим. Не нужно думать, что искусство – это развлечение. Это не развлечение. Это другой взгляд на мир. Например, такой. Все знают эти картины, естественно. А вопрос, который наверху записан, это вопрос, который стоит перед наукой сейчас. Очень серьезно. Время на самом деле течет в одну сторону. Правда? Оно течет, как река, без перерывов, с одной скоростью. Оно не возвращается. Это правда, так? Похоже, что нет. Тогда время где? Оно вообще есть? Оно есть? Появляются книги, видите, brain time. То есть это все идет к чему? Что время одна из точек зрения, потому что есть и другие еще и страшнее. А именно, что время только у нас в мозгу. Это у нас мозг порождает время, чтобы как-то разобраться с этим миром. Вообще просто в мозгу. Никакого там четвертого измерения, но ученые много чего выдумывают. Например, время... Есть, был такой замечательный академик Козырев, который открыл, кстати, вулканическую активность на Луне и атмосферу Венеры. Он крупный ученый. Но он под конец жизни стал заниматься... У него докторская диссертация на этом теме написана. Время им как физическим явлением, которое можно экспериментально проверять. Это вообще туши свет. Но у моего интеллекта точно нет, чтобы это разбирать. Но у него получ... Но я читала, насколько могла. И он там пишет, что термодинамика, законы термодинамики не объясняют... Там как-то математически не получаются. Не объясняют, откуда звезды берут свою энергию. И он считает... Это уж вообще жуть. Он считает, что время является... Не знаю, можно ли это энергией назвать, но чем-то, что питает звезд. То есть оно участвует во Вселенной как физическая сила. Но тут я уж лучше замолчу. А вот такие вещи, как до и после, они все еще функционируют? Потому что, скажем, в квантовом мире ни до, ни после нет. Если он одновременно в точке А и в точке Б, то, значит, нет понятия причинности. Что было до, что было после. Все было всегда. Ну, я и не только я задавали вопрос буддийским монахам. Хорошо, вы говорите, нет создателя и никогда ничего... Откуда оно вообще? Где начало какое? Кроме того, время поддается таки влиянию? Например, определенные химические фармакологии разные. Оно может ускорять время, может замедлять время. Мы знаем, что при депрессии время иначе себя ведет, в паниакальных состояниях иначе себя ведет, при эпилепсии иначе себя ведет. То есть патология нам дает довольно большую информацию на эту тему. Не так все просто. Святой Августин, Августин Блаженный, точнее говоря, в русской традиции, вообще говорил, похоже, мы все время живем в настоящем времени. Он говорит, даже не знаю, что делать, потому что то, что прошло, уже прошло, а то, что будет, еще не наступило. Я где нахожусь? То есть каждую, даже хотел сказать, минуту, секунду, чего, наносекунду, нет такой размерности. То есть я где? Хорошо, это я пропущу. Время очень по-разному членится в разных языках. Это, кстати, отдельная интересная тема. Я ее здесь запускаю, просто чтобы вы имели в виду, что разные языки очень интересно подходят к таким вещам. Есть, скажем, много разных видов прошедшего, в зависимости от того, что после чего, перед чем, когда, где ты находишься на этой шкале. Ну, интересная вещь. И я сказала уже, что искусство любит играть с нарушением законов природы. И, ну, вот, времени нет, поэтому я перелистну и вспомню свою любимую Алису. Она, вот там вот это вот происходит. Значит, один из героев говорит ему. Ему снится, говорит Алиса, ему снится сон, говорит он. Как, по-твоему, кто ему снится? Алиса ему, естественно, говорит, не знаю, как можно узнать, что человеку снится во сне. Ему снишься ты, он говорит, снишься ты. Если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была? Ничего себе. Вы вообще давно читали Кэрролла? Если вы его не читали вообще, то я вам завидую всей душой. Если вы его читали давно, тем более в детстве, то считайте, что вы его не читали. Его нужно взять и читать заново. Это вообще просто страшное дело. Там нарушено все. Где бы ты была, значит, если бы он тебя не видел во сне? За этим стоят философские споры многих столетий. Было бы время, я бы перечисляла. Там, где я и есть, конечно, Алиса-то девочка из нашего мира. Ошибаешься, он ей говорит, тебя бы вообще нигде не было. Ты просто снишься ему во сне. На этом философия стоит целое направление. Потом, там прелестная вещь, что завтра никогда не бывает сегодня. Там королева говорит, варенье у меня всегда на завтра. наступает завтра. Алиса говорит, where is my jam? Да, где варенье? Она говорит, я тебе сказала, варенье всегда на завтра. А поскольку завтра сразу превращается в сегодня, то этого варенья, соответственно, не бывает никогда. Алиса, потом королева ей говорит, хорошо жить в обратную сторону. Ты помнишь, что с тобой произойдет? Алиса говорит, да не такая у меня память, я не могу помнить то, что еще не случилось. Королева говорит, плохая у тебя память. Я вот не помню, у меня есть это там на слайде, нету? Плохая у тебя память. Ты, говорит, тренируйся. Сначала королева ей говорит, немного подташнивает от того, что ты вспоминаешь будущее. Можете себе представить? Но потом привыкаешь. То есть эта книжка никак не для ребенка. Она написана для ребенка. На самом деле за ней стоят просто огромные пласты очень сложных вещей. Дальше королева. Вот они бегут там с королевой. И Алиса говорит, мне страшно бегут. И Алиса говорит, мне кажется, я здесь всегда и оставалась. Королева злобная, если те, кто читали, помнят, она ей говорит, а ты что хотела так? Чтобы попасть куда-то, надо бежать, по крайней мере, в два раза быстрее. Вот это в два раза меня просто сбило с ног. Почему в два? Быстрее, чем что? Быстрее, чем сколько? Почему в два? Почему не в восемь? Удивительное дело. То есть это провокационные вещи, которые будет в ваше сознание. На тему, что мы просто привыкли в таком мире, как бы оно так и есть. А она на самом деле может и иначе быть. Лилия, прелестная, это, конечно, оборгинально считать, потому что мы играем слова. Лилия говорит, маргаритки, маргаритки из всех цветов, самые несносные. Стоит одной распуститься, как все лучше распускаются за ней следом. Играя, естественно, словами. Такой крик поднимают, послушать, так прямо завянешь. О, оботносительности размеров. Комар там, там прямо, когда он пишет, не меньше гуся, огромный комар летает. И он говорит Алисе, хочешь потерять свое имя? А она испугалась. И все, скажем, не хочу, и зря. А, говорит он, подумай, как было бы удобно. Потом лес, в котором находят, где потерялись все названия. Это к вопросу тоже соответствующих дискутов, что название, оно конвенциональное, ведь так, но мы сами придумали, что это называется, книга, название, вот, иначе. Могли придумать и иначе. И вот лес, где нет ни имен, ни названий, и Алиса подходит к Ланне и говорит, она говорит, девочка, на вы, она говорит, как вас зовут? А Та ей отвечает, отойдем немного, здесь мне не вспомнить. Они переходят в другую часть леса, где она вспоминает и говорит, что меня зовут Ланн, а ты человеческий детенок, говорит. И, ну, сейчас я уже заканчиваю, к Лилии обращается Алиса, говорит, какая вы красивая. Как жалко вы, что вы не умеете говорить. А Лилия ей убойный ответ дает. Говорить, как вы умеете, было бы с кем. Мы попали в жизнь и мир, в котором все прозрачно, у вас нет идентичности, в сети неизвестно, вы не вы, и сколько с вами общаются людей. У каждого в кармане лежит телефон или что-нибудь в этом духе. И все про вас известно, с кем вы ужинали, где, на что у вас аллергия, потому что уже третий год, как вы не берете, я не знаю, шпинат, к примеру. Да, какие сумочки носите, да, то есть все известно в этом мире вообще. А какое время? А какое время? Откуда я знаю, какое время у человека, с которым я беседую? Если он в Гималаях, у него одно время, если в Нью-Йорке, другое. Если в Дели, там, поразительно, на два с половиной часа разница, меня половина умилила. То есть он где? Более того, этот человек есть, может, его нет. А есть сто человек, которые придуриваются, что они этот человек. Или это вообще компьютер создал эту штуку. Я не знаю, может, вы читали, на днях появилась информация, что компьютеры создали язык для общения друг с другом, который человек не знает, что с ним делать. Поэтому быстренько стерли все, что могли стереть. Это я все к тому, что оно наступает. Они придумали язык, на котором они общаются друг с другом. Вы не можете, вы же теряете власть над этой ситуацией. Ну, хорошо. Это давайте уберем. И вот здесь, к сожалению, плохо видно. Это электронно-микроскопическая фотография, где и нейроны, и глия, и все. И я ее, если было видно по-настоящему, то это очень плотно штучки такие. Вот я хочу понять, как по такой сети хоть какая-нибудь информация, хоть куда-нибудь может прийти. Вот как она вообще идет? Вот это же страшное дело. Вы понимаете, у нас 100 миллиардов нейронов, в 10 раз больше глии. У каждого нейрона может быть до 50 тысяч связей с другими частями мозга. Кто умеет умножать, пусть умножает, я не умею, но зато я подглядела. И там было написано, что получается квадриллион. Это запредельное число. Это больше, чем частиц во Вселенной. Это огромное число. Оно находится в голове каждого из нас. Если все нейроны с дендритами и аксонами в одну линию вытянуть, то получится нить, с помощью которой вы 68 раз можете облететь вокруг Земли. Это в голове каждого. Или 7 раз слетать на Луну и обратно вернуться. Вы понимаете, о каких величинах речь идет? А когда мы, не для публики будет сказано, со свиным рылом выходим и логарифмической линейкой измеряем, говорят, а здесь столько, здесь столько. Это смешно. Просто смешно. Ну, хорошо. И антимозг. Появляются такие книжки. Вот Швицер написал, я даже участвовала, была в Москве в Институте философии дискуссии, он приезжал, я в нее тоже включилась. Появляются такие книжки, где, это даже бестселлер в Англии был издан, где автор пишет, раньше я был искусным ныряльщиком, ну, имеется в виду в океане знаний. Я подолгу плавал, рассматривал объекты, я всплывал, я обратно плавал, думал над этим. Теперь я, он пишет, я искусный серфингист, я с огромной скоростью ношусь по поверхности, что все и делают, породнившись с Википедией. Или окей, гугл вообще, можно ничего не делать, только окей, гугл только произносить. Вот. И что тогда? Понимаете, этот мир изменился. Я живу в этом же мире и владею всеми этими вещами. Но мы должны понимать, что это уже другой мир. А есть дети, которые носят название гугл дженерейшн, которые родились в этот мир. Они уже в него родились. И когда подходят к окну, как все знают, да, им что-то не видно, то они вот так вот это окно пытаются раздвинуть, чтобы приблизить. Ну и мой любимый философ, он много чудных вещей сказал, в частности, вот эта вещь, необщеизвестная, что у человека обширнее всего сфера смутных представлений. Не стоит думать, что мы, занимаясь ментальной работой, всегда следуем за Аристотелем или за Декартом. Ничего подобного. Мы делаем абсурдные заключения. Совершенно непонятно, почему мы их делаем. Я вам приведу пример из Гоголя. По-моему, это в ревизоре, если я не ошибаюсь. Но могу ошибиться. Там, значит, две дамы сидят, и одна другой, как все, что у Гоголя абсолютно гениально, и одна другой говорит, как же говорят, что у меня глаза не карие, очень даже карие, потому что я всегда гадаю на себя, как на трифовую даму. Это смерть просто, понимаете? Аристотель должен был умереть, не родившись. То есть у нее перевернуто все. У нее карие глаза, не потому что они у нее реально карие, а там не красно-желтые, да? Потому что она на себя гадает, как на ту, у которой карие глаза. Это что такое? Это что такое? Вот. И это в нас присутствует. Ну, и Гайзенберг, Нобелевский лауреат, один из игроков на квантовом поле, он, видите, что говорит? Он говорит, первый глоток из стакана естествознания делает из нас атеистов. Не надо забывать, что на дне стакана нас ожидает создатель. Прямо так и пишет. Поэтому обольщаться, что вот как бы мы у нас весы, там, часы, линейки, и что это нам дает какое-то особое такое знание, все спокойно. Ничего такого не дает. И я вас благодарю за рефлексию, которая, я заканчиваю, да? Я благодарю вас за рефлексию, которая, похоже, все-таки является нашим основным революционным приобретением, а именно, что мы можем думать о том, как мы думаем. Поэтому мы можем заниматься наукой и так далее. И две картинки, которые я сюда, значит, отыскала. Одна это куколка, которая превращается в бабочку. Что меня поражает в этом? Много чего поражает. Меня поражает, что это то же самое существо, вот чего я понять никак не могу. У нее тот же геном. Она не похожа сама на себя абсолютно. Она ведет себя иначе, выглядит иначе. А она, это она есть, все равно есть. Я думаю, что если так на себя посмотреть с такой точки зрения, тут тоже есть с чем сравнить. Чем я сама похожа на себя в два года, в 16, там, не буду дальше перечислять. Да, то есть я и внешне поменялась, у меня кожа поменялась 800 тысяч раз, да, у меня нейроны там вообще, бог знает, что с ним произошло. Вообще все поменялось, у меня поменялась точка зрения, вкусы, любовь к этому или к этому, оценка таких людей, наоборот, недооценка таких. Вообще все поменялось, почему я все еще я? Только потому, что у меня паспорт, что ли, этот же. Вот, и, наконец, вот эта картинка, это современный художник, который делает такую ассоциацию с моей любимой картиной «Охотники на снегу», которая, естественно, Брегель, но она, она как бы, это не она. Вот, и стоит тут пюс, наш собрат по-разному, который из этой странной картины на нас так выглядывает, еще неизвестно, кто кого исследует. Вот это чувство я ощущала, когда работала в дельфинарии в Карадаге с дельфинами. Тогда у них была почему-то надежда, что я расшифрую язык дельфинов. Мешно даже говорить. Вот, и когда ты на него смотришь, то у него очень, очень умный и очень глубокий и такой ироничный взгляд. И единственное, с чем я это могу сравнить, это с взглядом, который я имела счастье ощутить от Далай-Ламы. Я серьезно, абсолютно, без всяких шуток. Я вообще ничего подобного никогда не ощущала. Очень, полностью, насквозь. Очень строгий взгляд, одновременно очень добрый взгляд. Я не понимаю, как это может сочетаться, но тем не менее. И ясно, что он видит каждую твою клетку. То есть, не может быть и речи о том, что-нибудь там соврать или придумать, хотя бы просто внутри головы. Это невозможно. Это телефон мной. Ну, в общем, большое вам спасибо. Телефон я открыл. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр!